Алексей, давай еще раз повторимся, какими красками ты вот это вот делаешь, потому что он очень часто спрашивает. Поясни, пожалуйста. Я вот этих людей не очень понимаю, которые спрашивают, какими красками. Мало ли какими. Вот я какую-то работу написал четырьмя красками, какие были. Дальше мне Анютка принесла мешок красок и сказал, папа, я их выдавить не могу. Я взял их, выдавил себе, ими рисовал. В данный момент я выдавил две краски. Одна арабская зеленая, вторая марс коричневый светлый. Это для того, чтобы сделать просто рисунок подготовительный к этой работе. Ну а так, еще раз, если вот ультрамарин, из синих ультрамарин, это небесно-голубая, это турецкая зеленая, это кобальт фиолетовый светлый, только имитация, он такой поедрюный. Тут фиолетовый темный, тут пейна серая, тут кадмии, какие вам нравятся, от красного через оранжевый до желтых. Индийская желтая, бывает индийская красная, тут уж как попадается. Из зеленых травяная, зеленая вот нынче, у меня так. Из коричневых марс прозрачный, темный. Раньше пользовался еще вальдиком, но что-то как-то отказался. Это на самом деле не важно. Важно попасть в тон. В тон. Какая самая темная? Вот я смешиваю коричневую и, допустим, пейна серая, или кобальт фиолетовый темный с коричневым. Вот он дает мне самую темную краску, как вот на этой картине, да, вот где они, вот они, вот эти удары. Вот, они там, там есть и синий, и фиолетовый, и коричневый. Главное, тона добиться. Вот ощущение фиолетовки там вот есть. Все остальное, ну. А в светлое пишу на желтых, желто-оранжевых, как вверх. Тут где-то вот перебрал, надо прибраться, вот, ну какая химия лезет. Марганцовка какая-то, да? Вот. Так что. Вот такие краски. В продолжение этой темы, начатая по краскам, сейчас так и посмотрим, как ты их будешь давить. Ты не возражаешь? Да, мне кажется, это так скучно. Вот наши смотрят не только эти художники, скажем так. Просто люди. Чем смотрят, как художник давит краски? Ну, может, не будем за них решать? Кому не нравится, перемотает. Давай, нададим красок. Пойдем на пленэр. Сейчас вообще-то вот все краски давить даже беспонтово. Сейчас, ну, вот оранжевую я давлю, все равно она в любом случае. В небо там куда-то еще в теплоту. Ну, вот. Коричневая. Кармит коричневый, светлый. Вот он у меня тут же вверх. Ну, пусть будет чуть-чуть больше. Сейчас красок-то в природе-то немного. Серых надо давить. Вот, кстати, у меня здесь какая-то краска интересная попалась. Карельская черная. Да, попробуем, надавлю. Ну, и она у меня случайно. Ее уже можно проверить. Сейчас вот разберу. Белила титановая. Ну, немного не надо, но все-таки я возьму. Посмотрим, что вообще за черная карельская. Белила туда. Ну, вот, холодная, да? Ну, давай ее сравним с пейной. Ну-ка, есть у нас пейна. Есть, давай. Ну, это каждый художник должен для себя решить, какими он красками работает. Вот, у меня эти вопросы, правда, удивляют просто. Ну, вот пейна. И белила. Ну, она более голубая. Голуботая, да. Вот, и уже вот эта краска, эта, если взять еще какую-то черную, положить сюда, такими уже писать можно. Среди них уже будет холодный и будет теплый. Это интересно. Вот это вот непонятно. Вот у меня в этюднике лежит. У меня жернее, она там в ящике с красками. Вот что это такое? Азур. Ну, какой-то лазур. Я вот и боюсь, что это лазур. Ну-ка, давай я с белой. Да, это, скорее всего, дурная краска. Надо ее убирать. Я не умру. Как она называется? Типа ФЦ там. Ну, а, лазурь какая-то, короче говоря. Мне вот больше нравится ультрамарин. Вот, надо додавить ее, чтобы... А я-то не смогла выдавить. Вот она мне отдаёт. А у меня пальцы-то позоролей все-таки. Тренированные. Кобальт фиолетовый, светлый. А, имитация. Потому что натуральный тоже прекрасная краска. Ну, она расходится. Можно тюбик один и страдить на одну работу. Она краска дорогая. Крайше пользовался? Сейчас нет. Вот интересная краска турецкая. Бывает зеленая, бывает голубая. Это какая? Это голубая. Ну, немножечко. Она такая, кстати, ядреная. Это все краски в смесях. Ну, и крыши там еще. Вот у нас в городе таким цветом крыши любят красить. Что тут еще есть? Из такого вот лежит все. Ну, не знаю, что ей выдавить. Небеса голубая сегодня. Вот она только для смесей. На какие-то желтые. Тоже недодавушка какой-то. Кадми желтый средний. Я думаю, что ее больше, чем достаточно. Не для сегодняшних упражнений. Кадми красный есть. Тут какая-то английская красная. Или что-то в этом духе. Вот тоже вот это вот. Что это такое? Сиена. Вот. Сиена. Ну, сиена хорошая краска. Сиена. Жженая, наверное. Или натуральная. Натуральная, наверное, более такая охристая. Это охра. Вот написано. Охра. Какие-то краски, где я их взял, я даже не помню. Ораратская, я забыл. Вот эту краску я люблю. Я без нее редко обхожусь. Вот. Так что, интересно, да, с черными? Еще какие-то черные есть, нет? Так, найдем. Вон, смотри, глубокая черная. Тоже 48 рублей 60 копеек. Да таких красок-то сейчас нет. С каких времен? Я знаю, где я вообще взял. Я уже не помню. Ну, давай. А, вот. Это видно, что она теплее еще, чем та. Да, вот уже градация идет. И вот сколько черных, они все разные. Это же интересно. Я в свое время отказался от этих черных. Потому что я за цвет, за свет. У нас на Урале все и так картины рисуют черным цветом. Я думаю, блин, уберу я вообще из палитры. Оставил серую пену. Но сейчас у меня другая установка. Все ближе, ближе. Я хочу к монохромной живописи вернуться. Понимаешь? Хочу ловить нюансы. Кайф от этих нюансов. Не обязательно тут все это. Безумство это. А когда ты от них отошел? Как давно? Да я не отошел никуда. Я все тут. Никуда не отошел. Я вот смотрю на старую свою работу. Иди сюда. В 1992 году. В прошлом веке работа сделана. Здесь вообще же, смотри, какая гамма. И эта работа, кстати, очень многим нравится. Говорит, может, Леша, ты зря, так сказать, в эти цветики-то ушел? Ну, тогда у меня была краска Ти-Андига. Черная. Хорошая краска. Ну, это есть еще один тюбик. Нашел мне давно. Ти-Андига красно-коричневая тогда была. И все это вот на таких вот нюансах. Интересная история с этим домом. Тут забор клада искателя обвалили. Ну, обрушили. Клада так и не нашли. Ну, там мифология. Так что, вот, растворитель любой кисти. Всякие. Сверхи и лишние сюда берем. Вот эти все зелени какие-то. Они уже не нужны. Это груз таскать только с собой. Ну, вот, можно выдавить. Вот это изумрудка, насколько я понимаю. Что тут написано? А, Веридоновка написано. Но она никакая не Веридоновка, она в разбиле-то. Давай смотрим в разбиле. Вся любая краска смотрится в разбиле. Вот она, голубое небо, можно писать. Поэтому мы ее вот сюда вот так выдавим. И чтобы самый груз не таскать, это обратный ящик. Все, и напоминаю. Напоминаю. Белил надо побольше взять. Белил надо взять побольше. Ну, или выдавить их побольше, а это. Ну, не будем рисковать. Возьмем целый тюрьм. Это сюда. Ну, все. Третья краска у меня осталась с этой работающей. Что это за краска? Нет, это... Как же она называется? Желчка какая-то, да? Там, по-моему, или что-то. Такой краски-то, наверное, даже уже где-то нет. Наверное, тоже дадам. А, вот. Киноварь. Желто-зеленый. Вот это что. Киноварь. Желто-зеленый. Интересная краска. Она такая. Корпусная, укрылистая. Мне уже самому про краску надоело рассказать. Надо идти работать. Будем считать, что с краской мы разобрались. Можно еще положить марс-коричневый, темный, прозрачный. И побольше, темный, имитация. Можно тоже с собой не таскать, а можно взять вот так вот сюда, выдавить. Потому что она краска такая, сугубо, для смесей. На тяжести таскать не очень удобно. Вот. Ну и все. Берем такую вот защиту. То есть это рамочка четверть. Вместо картины, только с другой стороны, сделана заглушка. Из пенокартона или из чего-то, потому что не знаю. Из гапра или как. Холст покрутной. Вот он вот так вот упакован красиво. Клиновой. Ну стоит тысячу рублей, да, или сколько-то, я не знаю. Я по несколько беру. Не знаю, как это не стоит. Вот так у меня качество устраивает. Клини выкладывают. Ну, клин потом можно будет подбить, когда он отбесен. Вот так вот вставлю. И эта четверть, она не дает прикасаться. Хотя вот и выше иногда дает. Это все так прилипает. Все. Вот так вот вот. Вломаю резинку. Не скажу от чего. Все. Пошел рисовать. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок. Продолжение следует...